Эту тему будем обсуждать далее с нашим гостем. К нам присоединяется Валерий Мацкевич, белорусский политик, представитель Координационного Совета Демократических Сил Беларуси. Доброе утро, Валерий. Приветствую. Приветствую вас, слава Украине. Героям слава. Валерий, мой вопрос будет из нескольких, так сказать, составляющих, но глобально смысл будет один. Вот, смотрите, Затули, первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, мол, отмахнулся, ничего серьезного, точно не ковид, ну, логично, да, иначе бы Лукашенко не подпустили бы к Путину на 9 мая. Вот, ну, и, наверное, просто нуждается человек в определенном отдыхе, говорит он, вот и все. Как думаете, почему в Российской Федерации, как говорится, так отмахнулись? Нужна ли им смерть Лукашенко, условно говоря, или его отстранение? Есть ли приемник, как это, приемник, да, приемник, да, значит, от Российской Федерации в Беларуси? Ну, и, собственно, а что же дальше после Лукашенко? Есть ли у демократических сил Беларуси, мы понимаем, что, да, за границей есть оппозиция сформулирована, но а внутри Беларуси есть ли, возможно, такие подпольные в ожидании того, что уйдет Лукашенко? Вот два лагеря, скажем так, кто сильнее в Беларуси, что после Лукашенко? Да, ну, на самом деле, во-первых, для нас и для всего беларусского общества было очень важно услышать те слова, которые сказал президент Украины Владимир Зеленский. Действительно, я должен еще раз подчеркнуть, что подавляющее большинство беларусов осуждают российскую агрессию и поддерживают Украину в этой войне, которую развязал, кровопролитную войну, которую развязал Кремль, эту ничем не оправданную агрессию. И беларусское общество как может, вот, собственно, в этих условиях тотальных репрессий выражать свою гражданскую позицию и проявляет поддержку. Многие беларусы, вы знаете, сегодня воюют плечом к плечу с своими побратимами в ЗСУ, как пример всем известный по Калиновскому и другие беларуские подразделения. Что касается Лукашенко, который, конечно же, жутко боится беларусов и беларусского общества, он, конечно, еще тот актер, и поэтому тут есть разные версии, начиная от того, что для него, для того, чтобы не принимать каких-то решений, на этот период просто на почти неделю нужно было каким-то образом уйти с радаров, потому что мы знаем, что в его резиденции, по сути, оборудована полноценная клиника, но зачем-то по Минску ездили показательно кортежи от больницы к больнице. То есть то, что мы видим, мы понимаем, что для Лукашенко было важно, чтобы все вот этот период разговаривали, обсуждали его состояние здоровья. Однако, когда, видимо, уже страсти накалились, и эти разговоры стали действительно влиять на общественное мнение, а не только обсуждаться, может быть, в Кремле, где его уже не понуждали каким-то, может быть, действием, то нужно было показать, вот, знаете, этого образа, образ главнокомандующего, который немножко ровно постоял на фотографии. И вообще достаточно удивительно, когда проверяется собственное ПВО, когда ПВО якобы противника, со слов Лукашенко, сбило объекты союзника. Но в этом случае нужно проверять что угодно, но не собственное ПВО. Но, может быть, таким образом это какой-то кинолят, или кто-то кому-то хочет подбегнуть. Но если мы исходим из того, что здоровье Лукашенко действительно не становится лучше с каждым днем, тем более мы ведь понимаем и знаем, что у белорусов уже давно одно заветное желание на Новый год, как в Беларуси мы шутим, конечно же, откуда же здоровье будет становиться лучше после таких чувств, таких зверств, которые сделал Лукашенко, и в частности до 2020 года, и в августе 2020 года, такие пытки, убийства мирных граждан. У Лукашенко, вы знаете, на сегодняшний день разные бытуют мнения, что он перенес некий инфаркт или у него инфекционный миокардит. Знаете, я политик, я не астролог, я не буду гадать, почему у него была сперва перевязана левая рука, почему правая. Но что я точно могу утверждать, что на сегодняшний день для белорусского общества, а я еще раз подчеркну, именно белорусское общество, белорусский народ будет принимать решение, каким образом будет развиваться судьба нашей страны, и мы со своей стороны, как демократические силы, делаем все необходимое, все от нас зависящее, для того, чтобы именно белорусский народ, а не российские оккупационные войска, Кремль или нелегитимная лукашенковская вертикаль, кланы, сегодня решали, что будет, если действительно Лукашенко так плохо со здоровьем. И мы, конечно же, понимаем, что сейчас идут бурные консультации, брожения внутри вертикали, мы видим активности в Совбезе, мы видим активности Натальи Качановой, которая по конституции, которую сам Лукашенко придумал и сам утвердил в 1922 году, якобы может занять на какое-то время пост руководителя государства. Но все это нелегитимные, незаконные схемы, я бы так это назвал. Единственная законная, единственная легитимная модель транзита власти, она определяется тем, что в 1920 году белорусы выразили свою позицию, проголосовали за Светлану Тихановскую, избрав ее своим лидером. И сегодня объединенный переходный кабинет, который является единым политическим центром демократических сил Беларуси, активно работает над сценарием, алгоритмом транзита власти в случае действительно открытия окна возможностей при том или ином стечении обстоятельств. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, Валерий, а Кремль был бы заинтересован в каком варианте развития событий? Потому что вот когда готовишься к эфиру, да, и ты смотришь разные, ну, мнения, да, вот конспирологических там у него, вот как говорите, правая рука, там левая рука, там видео смотришь, и вот с хрипотцой не так активненько себя чувствует Александр Григорьевич на встрече с этими представителями вооруженных сил Республики Беларусь, но видно, что это действительно со здоровьем не так. Кто его знает что, но вот, но если не, знаете, не вдаваться в конспирологию, вот по вашему мнению, Россия, Путин, Кремль, вот он заинтересован в том, чтобы вот белорусский диктатор и далее жил да здравствовал, и молиться они должны на то, что вот именно он присутствовал сейчас, да, вот на небосклоне нынешнего коррумпированного режима в Республике Беларусь. Или все-таки Кремль был бы не против поменять игрока на, возможно, более лояльного на того, кто скажет окей или добро на открытие какого-то, возможно, белорусского фронта против Украины. Лукашенко, конечно, верный вассал. Он годами доказал свою верность, свою преданность и готовность исполнить, по сути, любой приказ своего кремлевского хозяина. Конечно, есть великий соблазн просто поставить на его место условно руководителя Совбеза, полностью пророссийского генерала Вольфовича, адепта русского мира, который является выпускником Академии российского генштаба. И, конечно же, это очень удобно решать все вопросы, когда щелкают каблуками, дают под козырек, и нет никаких прокладок или интересов других, как, может быть, есть у Лукашенко, который своими петляниями изрядно утомил своих кремлевских господорей. Но риски велики. Лукашенко достаточно предсказуем. Как бы он не был сложен в своих многоходовках, которым он, видимо, научился у Путина, он достаточно понятен и предсказуем за все эти годы для кремлевской верхушки. То есть менять что-то сегодня и сейчас, наверное, для них мероприятие рискованное. Что они действительно хотят, чего хотят в Кремле, так это то, чтобы белорусское общество поддерживало их безумие, их мракобесие так, как это поддерживается в России. У них это не получается никаким образом. Ни теми миллионами, которыми они питают белорусскую пропаганду, ни теми нарративыми российскими, которые они пытаются напичкать информационное пространство в Беларуси. Факт остается фактом. Еще раз повторюсь и подчеркну, большинство, подавляющее большинство белорусов на каком-то генетическом, осознанном и бессознательном уровне отрицает то, что творит, те бесчинства, которые творит Россия, даже при ограниченном, знаете, может быть, поступлении информации на каком-то интуитивном уровне, на каком-то уровне исторической памяти. Белорусы пытаются найти правдивую информацию, смотреть украинские каналы, как бы их ни пытались в Беларуси блокировать. Через альтернативные средства массовой информации, даже сам издат, которые мы, демократические силы, сейчас активно развиваем и распространяем в Беларуси, через любые формы обратной связи, которые мы налаживаем, белорусы ищут этой правдивой информации, потому что не верят российской пропаганде, не верят, потому что у многих родственников в Украине есть тесные семейные связи, рабочие связи. Люди в Беларуси понимают на самом деле, что происходит, поддерживают Украину, не собираются мириться с тем ужасом, который происходит в нашем регионе. И я понимаю, что определенное время, когда окроется окно возможностей, белорусы продемонстрируют свою активную гражданскую позицию и по отношению к оккупационным войскам российским, и по отношению к режиму Лукашин. Редактор субтитров А.Семкин